По всему периметру Месайловской школы расположены камеры видеонаблюдения. В объектив одной из них попала бесхозная сумка. Это обнаружила охрана школы. Так здесь начались антитеррористические учения. В Месайловской СОЖ на территории школы обнаружен подозрительный предмет. Загородный один. Спустя считанные минуты на территории школы появляются представители специальных служб. В самом учебном заведении звучит объявление по громкой связи. Внимание, внимание, внимание! В школе проводится эвакуация. Просьба отключить мобильные телефоны и немедленно покинуть помещение школы. Место, где находится подозрительный предмет, оцепляется сумку, осматривает сотрудник полиции, чтобы принять решение, стоит ли вызывать кинолога. Тем временем в школе началась эвакуация. Именно получение необходимых знаний и умений – одна из главных целей этих практических занятий. Дети не подверглись панике. Классные руководители сумели сдержать поток детей, который, услышав информацию о эвакуации, начал действовать. Соответственно, я бы оценил действия сотрудников грамотными. Тем временем работа служб продолжается. Прибыв на место, кинолог со специально обученной собакой по кличке Бен, прежде чем изучить сумку, проверяют и прилегающую территорию. Наконец, дело доходит и до подозрительного предмета. После тщательного осмотра сотрудник приходит к однозначному решению. Собака не обозначила наличие запаха взрывчатых веществ, взрывных устройств или самодельного взрывного устройства. А школьники и педагоги уже покинули учебное заведение и выстроились на стадионе. Всего в тренировке приняли участие более 840 учеников и преподавателей. 1154 окончания тренировок. Соответственно, даем команду об окончании тренировки. А нам все за экстренной службой. Пожалуйста, нам надо собраться в классе в Ником, подвести наши промежуточные токи. Ученики и учителя возвращаются в школу, а представителям специальных служб предстоит сделать предварительные выводы. Еще одна цель этих практических занятий – координация совместных действий администрации округа полиции и МЧС. У нас цель и задача совместно с администрацией, с МЧС, со всеми службами полиции в том числе научиться и отработать все действия по эвакуации детей, по защите детей и преподавательского состава, чтобы каждый умел и знал свои действия. С виду все прошло гладко, но специалисты понимают, в таком важном деле, как безопасность детей, любые нюансы имеют значение. Все недостатки, которые будут выявлены и указаны, они будут исправлены и в дальнейшем. Я думаю, что безопасность наших детей будет обеспечена в полном объеме. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.